5 января 1993 года отряды Абхазской армии предприняли попытку штурма оккупированной войсками Госсовета Грузии столицы Абхазии Сухума. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумисты. Ожесточенные бои шли до самого вечера, но абхазские бойцы были вынуждены отступить. В те суровые январские дни абхазская армия потеряла 37 бойцов, более сотни были ранены. Кавалер Ордена Леона Надежда Ашуба участница январского наступления и сегодня вспоминает с поле те трагические события. Тяжело было отправлять ребят в наступление. Мы понимали, что многие из них не вернутся, говорит бывшая медсестра 2-го Верхнейширского батальона. 5 января мы находились при штабе, когда ребята готовились идти в наступление. Они у меня до сих пор стоят в себе перед глазами. Молодые, красивые. И все шутили. Очень много шуток было в тот вечер, когда они уходили. В одном из сброшенных грузинами домов жил русский парень из Армавира Гена Кобыльцов. Он все время приходил к ребятам. И когда узнал, что идут наступления, он попросил комбата, чтобы ему позволили пойти с ребятами. Он не вернулся. Но столько было счастья в его глазах, когда он со всеми уходил. Даурджопо, мы его пил-то называли. Он не получил ни одной царапины. Он замерз. На нем были легкие летние брючки, сорочка с короткими рукавами и кожаная курточка. Был такой Миша Орел. Наш замкомбата Руслан Халбад отправил его в Сочи. Немножко отдохнешь там, молодых твоих троих ребят. Они на границе услышали, что готовится наступление. Мы на позиции не знали, там уже говорили об этом. И в ночь перед наступлением мальчишки приехали и сказали, что хотел от нас избавиться. Они не вернулись. Перед началом памятного вечера присутствующие почтили память погибших в отечественной войне народа Абхазии минутой молчания. На встрече было много воспоминаний ветеранов о своих однополчанах. Студенты читали стихи, на экране был показан видеоролик о военных событиях. В этот вечер ветераны и молодежь говорили о том, насколько важно проводить подобные мероприятия. Ведь именно живое общение молодежи и ветеранов прививает подрастающему поколению любовь к родине и дает возможность узнать больше о событиях, которым уже четверть века. Отрадно нам, взрослым, тем более мне, как участнице войны, то, что молодежь подхватывает эти мероприятия, чтить историю и чтить память погибших. Для нас это очень важно. Родные сестры Амирана Берзения, командира 2-го Верхнеширского батальона, который принимал участие в январском наступлении, известный дуэт сестры Берзения исполнили песню. «Стой, Ордовца, победу! Поднимем солдат за абхазскую землю, за погибших ребят!» Сарьес, мэр Бесланщин, Джерия, Абхазское телевидение.